Что касается рукья, заговора, то он бывает двух видов. Шария и ширкия. Тот, который законит шариатом, и тот, в котором есть широк. А рукья, рукья, шария, лабуд, антоотов, фарфиа, шурут 3. Та рукья, тот заговор, в который соответствует шариату, в нем должно быть три условия. А шарта лауэлл антакуна рукья минал Куран. Первое условие, чтобы эта рукья была из Курана. Каньяк раал Фатиха. Как, допустим, человек читает на больного Фатиху. Или же читает что-то из сунны, как вот эти слова, которые прочитал шейх. Или путем упоминания имен Всевышнего Аллаха, то есть обращающихся к Всевышнему Аллаху о живое, самодостаточное, вылечии и так далее. Это первое условие. То есть, чтобы рукья была из Курана, из Сунны, или именами и атрибутами Аллаха. Второе условие. Второе условие, чтобы тот человек, который читает руки, должен читать его громко, чтобы было слышно, понятно, известен смысл слов, которые он читает. Мы должны понимать то, что он читает. Как, допустим, он читает Суру Фатиха, для нас же она понятна. Потому что, может быть, он говорит, что-то болтает, и мы не понимаем, что он говорит. Либо мы ему говорим, либо мы должны понять, то есть слышать то, что мы понимаем, либо мы тебе скажем, что ты колдун. И не бывает руки на каком-то языке, кроме как на арабском языке. Не бывает руки на русском языке. Третье условие. Мы должны быть убеждены в том, что руки – это всего лишь причина для лечения. На самом же деле пользу и вред приносит только Всевышний Аллах Субанаталь. Если не будет соблюдено одно из трех условий в руки, то руки перестает быть шария, шариатский становится запретной той, в которой есть шария.